МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подсчитали. Опубликованы результаты голосования на Южном Урале. Здоровый интерес. Областные парламентарии проверили, как врачи расходуют бюджетные деньги. Недетское зрелище. На манеже Челябинского цирка артист оказался в огненном кольце. Добрый вечер. Вы смотрите информационную программу «Телефакт» в студии Екатерина Жданова. Спонсор выпуска шоу «Гейрадзе Баронетты» 17 сентября в Челябинском цирке. Челябинск отмечает окончание выборов большим концертом. Праздничный митинг устроила партия власти в знак благодарности за голоса и доверие избирателей. С места событий репортаж Артура Ишпулатова. Сегодня на Кировке царит праздник. Единая Россия проводит митинг-концерт в знак благодарности за голоса, отданные на выборах за кандидатов от партии «Единая Россия». Поблагодарить жителей столицы Южного Урала приехал и председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Мы празднуем победу сегодня со всеми избирателями Челябинской области. И я очень счастлив сегодня от имени регионального отделения партии поблагодарить всех жителей Челябинской области, которые приняли участие в голосовании. Доброта, сердец, красота, души неподвластные. Отмечу, что на праздновании победы единороссов на выборах собралось несколько сотен горожан. Наша съемочная группа насчитала более 20 полицейских, которые следят за порядком. Также на сцене выступают различные творческие коллективы, которые исполняют патриотические песни. Артур Ишпулатов, Александр Данилов. Телефакт. Выборы депутатов Государственной Думы были спокойными, без громких скандалов. Ведущие политологи региона подвели итоги. Как прошел единый день голосования и что думают о результатах выборов эксперты, все подробности у Анастасии Плотниковой. Конкурентный, свободный, без грубых нарушений, но с мелкими провокациями. Известные южноуральские политологи уже подводят итоги выборов депутатов Государственной Думы 2016. Мы увидели принципиальнейшую ставку, мантру на конкурентность, открытость, легитимность выборов, идущую сверху и также идущую от региональных властей. В обл. избиркоме подтверждают, процесс голосования в Челюбинской области прошел в строгом соответствии с законом. Наблюдатели, в том числе иностранные, серьезных нарушений не зафиксировали. Претензий к работе с обл. комиссией нет. С их стороны было все сделано, чтобы выборы были честными, прозрачными. Впрочем, провокации были и в Челябинской области к ним оказались готовы. В день голосования некоторые информационные порталы ожидаемо пестрели громкими заголовками. На избирательном участке под Челябинском произошла стрельба. Как позже рассказали в обл. избиркоме, всего лишь бытовой конфликт между односельчанами. Полиция отреагировала быстро, никто не пострадал. Телефонную атаку на избирательные участки эксперты комментировали коротко. Спам-хулиганство. Оперативно прореагировали. Данная атака, спам или как-то по-другому это можно назвать. В общем, хулиганство мелкое, телефонное было приостановлено. По предварительным данным явка составила более 44%. Это, по мнению экспертов, достойный результат. К избирательным урнам приходили семьями, рабочими коллективами, строевыми колоннами. Одними из первых в Челябинске участок штурмовали, как ни странно, будущие штурманы. Свои голоса в присутствии десятков журналистов отдали первые лица области и города. В регионе выборы приобрели поистине грандиозный масштаб. Люди голосовали на вокзалах, в кафе, больницах. Работал принцип, если человек не идет на выбор, выборы идут к человеку. Пенсионеры-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могли прибыть на участок, принимали членов участковых избирательных комиссий дома. Голосовали по закону, в присутствии наблюдателя он следил, чтобы все было честно, и сотрудника полиции. Полиция обеспечивает безопасность, потому что все-таки на улице могут быть разные ситуации. Это могут быть и собаки, в том числе, и бродящие, которые как-то неизвестно, что от них ждать. Никаких баннеров и агитационных растяжек на расстоянии 50 метров от избирательных участков. В день голосования принцип отсутствия агитации действовал даже в буфетах. А вы агитируете за какие-нибудь конкретные булочки? Может быть, советы даете, какую лучше взять? Это не особо. У нас все вкусные. Кому что нравится, тот то и берет. По мнению политологов, в этом году прозрачности выборов в Челябинской области уделили особое внимание. Следить за ходом выборов можно в режиме онлайн. Практически на каждом избирательном участке в Челябинске работают две камеры видеонаблюдения. Одна снимает процесс выдачи бюллетеней, вторая – момент вложения бюллетеней в избирательную урну. Видео практически с любого избирательного участка в любой точке России можно посмотреть на специальном сайте. А посмотреть было на что. В поселке Кременкуль, к примеру, выборы, мероприятие «Светское», поселковые модницы шли к урнам, как по подиуму, во всем лучшем сразу. На избирательные участки приходили в туфлях, на каблуках, дизайнерских джинсах и платьях с броскими розами. Выбор – это всегда в нашем Кременкуле. Это праздник. Итоги выборов, по мнению политологов, ожидаемы. И это результат серьезной работы. «Единая Россия» доказала и подтвердила свой статус, если хотите. На самом деле это очень во многом победа. Первая победа такого уровня новой команды Дубровского. Бесспорно совершенно. Сергей Зырянов сравнил предвыборный период и сам процесс голосования с конфетно-букетным периодом в отношениях с избирателем. И, по словам политолога, он уже окончен. Пришло время работы и реальных дел. Избиратель ждет. Пусть они командуют нами, а мы жить будем. Анастасия Плотникова, Эльвира Исмогилова, Дмитрий Лазарев, Алена Павлова, Андрей Костырев, Александр Соколов, Роман Хатимов. Телефакт. На Южном Урале подвели итоги выборов в одномандатных округах. Председатель регионального избиркома Алексей Фартыгин на пресс-конференции сегодня огласил результаты. Отметив, что окончательный подсчет не даст существенной коррекции. Во всех пяти округах победу одерживают кандидаты от «Единой России». По Челябинскому одномандатному округу Андрей Барышев почти 40% голосов, в Металлургическом Владимир Бурматов. Коркинский округ отдал большинство голосов Анатолию Литовченко больше 37%. И в Магнитогорском лидирующую позицию занимает Виталий Бахметьев 49% с лишним. Олег Колесников, лидер в Златоустовском избирательном округе больше 32%. На выборах депутатов Государственной Думы в Челябинской области «Единая Россия» набрала 38% голосов избирателей. «Справедливая Россия» 17,5%, ЛДПР около 17% и КПРФ чуть больше 12%. Борис Дубровский сегодня на аппаратном совещании дал положительную оценку кампании, которая прошла в регионе. Отметил, процесс был чистым и открытым, без серьезных нарушений. Наша задача была обеспечить сам процесс выборов, обеспечить максимальную чистоту этих выборов. Мы с этой задачей справились. На аппаратном совещании глава региона представили результаты выборов. Борис Дубровский намерен в ближайшее время встретиться с новь избранными депутатами Госдумы и обсудить мероприятия по совместной работе. Рыбачить можно, но в тишине. В регионе открыли охоту на браконьеров, которые используют для ловли суда с дизельным мотором, а также огораживают подход с берега к воде и бросают мусор в водоем. Рейс сотрудники ведомства особо охраняемой природной территории провели на озере Увельды. Кто попался на удочку экологов, Эльвира Исмогилова расскажет подробнее. Площадь озера превышает 7 тысяч гектаров. Это можно сравнить с площадью 30 тысяч футбольных полей. Мы сейчас плывем со скоростью 25 километров в час. Чтобы проверить весь водоем, не хватит и одного дня. Для более тщательного осмотра акватории сотрудники особо охраняемых природных территорий используют бинокль. А в случае поимки нарушителей все фиксируют на фотоаппарат. Осенний холод и ветер, как оказалось, нисколько не мешают отдыхающим нарушать законы. Едва судно проверяющих вышло в рейд, как тут же первые попавшиеся парни решили заняться подлодной охотой. Но нырнуть так и не успели. Ребята, давайте весла соберите и встречали, выйдите к нам, как-то потихонечку будем общаться. Да, хорошо. Отметим, на Южном Урале, на озерах Тургаяк и Увельды запрещено использовать лодки с вредным для экологии дизельным мотором, так как водоемы являются памятником природы. Только электродвигатели. Впрочем, о законах знают не все. Мы на самом деле всегда плаваем на веслах. И сегодня мы на самом деле первый раз нам сказали, ну можете выплатить. На самом деле я не знал, честно. Нарушителей хватает и на берегу. Большие штрафы ждут тех, кто самовольно возводит понтоны или заборы вдоль озера. На суше еще одна группа отдыхающих вступила в полемику с сотрудниками ведомства. Внимание экологов привлекла машина, близко припаркованная к воде, что также запрещено. Подъехали, представились, просим документы, составляем протокол или акт. Протокол, если предоставляет документы, акт, если не предоставляет документы. Но в любом случае нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Предоставить документы или нет, то есть неминуемо будет наказан. Теперь им грозит штраф 4000 рублей. И таких закона непослушных отдыхающих, говорят сотрудники ведомства, много. За смену ловят в среднем четырех нарушителей. Во время рейда нередко приходится проводить и субботник на озере. Из воды достают бутыли, канаты и даже сети. Отметим, промышленная рыбалка на Увельдах запрещена. Нарушители портят водоем и мешают отдыхающим. Сам вытаскивал сети. Даже не поверьте, глубина у меня эхолот 16 метров. 16 метров сети вытаскивал. Если людям 50 лет и они такими вещами занимаются, я не думаю, что я их на встречных курсах перевоспитаю. Только за текущий год сотрудники особо охраняемых природных территорий поймали сотни нарушителей и составили административных протоколов на сумму 1 миллион 700 тысяч. Из них 1 миллион 200 уже взыскали. Впрочем, штрафы зачастую не пугают. Нарушители продолжают строить заборы, понтоны и рассекать волны на моторных лодках. А это, уверяют экологи, может с годами погубить озеро Увельды. Эльвира Ясмогилова, Александр Бекетов, Телефакт. А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Пятигорская меховая фабрика «Шубовик». Вот это да! Пятигорская фабрика «Шубовик» проводит выездную торговлю шубами по низким ценам производителя. Проводим обмен с доплатой старых шуб на новые. Только с 15 по 25 сентября в ДК ЧТЗ «Ленина-8». Во вторник ожидается небольшой дождь. Столбик термометра покажет 13 градусов со знаком «плюс» малооблачно. Далее реклама, но она будет короткой. Не переключайтесь. Смотрите во второй части Телефакта. Как технологии повысят демографию. В Челябинске готовят к открытию перинатальный центр. Сакура прижилась, а теперь и лиственница. На Южном Урале высадили японскую рощу. Горячие тренды для сурового региона. Челябинцев научили комбинировать пуховик и лиловую помаду. Новый перинатальный центр будет сотрудничать с крупнейшими медучреждениями города. На таком подходе в лечении горожан доктора договорились сегодня на встрече в стенах центра. Компанию медикам составили депутаты законодательного собрания. Они проинспектировали эффективность вложенных бюджетных средств. Как технологии демографию повысить помогут в нашем следующем сюжете. Полностью соответствует стандартам, мировым стандартам. Делегация докторов, зампредседателя областного парламента во главе одними из первых посетили новый перинатальный центр до его открытия. Минимализм в интерьере, хай-тек в начинке. От стерилизации воды для инъекций до оборудования в палатах. Камера-то есть? А, ты не вверх пока. Ведет. Главврачи ведущих клиник региона во главе с вице-спикером областного парламента Александром Журавлевым экспертно осматривают каждый этаж огромного учреждения. Центр станет новым звеном в большой медицинской цепи, что позволит докторам быстрее оказывать помощь пациентам. К примеру, с патологией сердца. Планируется, что часть рожениц, которым установлен какой-то серьезный порог сердца у плода, будет направляться на родовспоможение сюда, в перинатальный Челябинский центр, с тем, чтобы сразу после этого переводить ребеночка к нам. Центр сможет принимать более 4 тысяч родов ежегодно. С помощью современного оборудования доктора будут спасать самых крохотных пациентов весом в 500 граммов. Основной состав пациентов, которые будут в перинатальном центре, это, конечно, преждевременные роды, особенно с экстремально низкой массой тела. Возведение центра обошлось казне более чем в 3 миллиарда рублей. Для региона это немало, но депутаты ЗСО держали руку на пульсе и следили за тем, чтобы объект был запущен вовремя. Когда к нам обращалось правительство Челябинской области, депутатскому корпусу о том, что необходимо финансирование, необходимое оборудование современное, мы, конечно, ставили главную задачу, чтобы эта больница была, по крайней мере, на уровне современных европейских мировых стандартов. Потому что всегда есть хорошая пословица «Скупой платит дважды». Младенческая смертность с таким подходом снизится в разы. Также в центре откроется лаборатория ЭКО и отделение диагностики для будущих мам. В Челябинскую область для проведения фитосанитарного контроля зернобобовых культур прибудут эксперты из Китая. Об этом на аппаратном совещании губернатору Борису Дубровскому доложил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Глава региона подчеркнул, что регион вполне обеспечивает себя продукцией. И главная задача на сегодня – расширить рынки сбыта. На следующей неделе к нам прибывает группа, которая будет сертифицировать и проводить фитосанитарный контроль зернобобовых культур на территории области. Эту группу встречаем, готовим элеваторы необходимые, будем с ними работать. Эксперты из Китая совместно с Россельхознадзором проведут сертификацию зернобобовых на территории региона. Если культура соответствует нормативам и критериям качества, ее разрешают отправлять на экспорт. Напомним, Челябинская область уже наладили железнодорожные сообщения с КНР. Товарные составы регулярно курсируют между Поднебесной и Челябинской областью, пребывая на ТЛК Южноуральский. В питомнике Аргояжского лесничества начали выращивать даурскую лиственницу. Живой памятник погибшим на русско-японской войне теперь будет расти на Южном Урале. Дерево красивое и полезное, отличается крепкой древесиной. Здесь выращиваем посадочный материал. В основном это сосна обыкновенная. Площадь питомника у нас 10 гектар, но задействована на сегодняшний момент где-то в пределах 4-5 гектар. Остальное в парах и вносится органика, чтобы более плодородная почва. Даурская лиственница – любимое дерево японцев. Крепкое, красивое и неприхотливое. Лесники закупили саженцы и ухаживают за иностранками, обрабатывают спецраствором, чтобы те не заразились вирусом. При правильном уходе, поливе, во время засухи и обработки дерево может прожить больше века. Продолжим тему. У нас в студии заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский. Александр Валерьевич, здравствуйте, рада вас видеть. В нашем регионе эти деревья встретишь нечасто. Вот почему все-таки решили высадить целую рощу? Ну, связано, конечно, как уже и говорилось в сюжете, с русско-японской войной. Есть такое направление – воссоздать символику русско-японской войны. И вот в этом направлении работа ведется. Высажено более 4 тысяч штук. Получилось это сделать. Сейнцы готовы к высадке на площади. А может быть, какая-то польза для экологии, допустим, города? Ну, в том числе, конечно, это такое редкое растение, достаточно дерево, нетрадиционное для наших широт, больше распространяется на Дальнем Востоке. Да, что это вообще за вид? Вот почему их так мало в регионе? Ну, как я уже сказал, это естественный ареал этого дерева – это, конечно, Дальний Восток. Поэтому его оттуда завезли, чтобы увековечь память о русско-японской войне. А у нас в регионе вообще она хорошо приживается? Ну, достаточно хорошо. 4 тысячи штук удалось вырастить, поэтому видим, что достаточно комфортно чувствовать себя. А может, какие-то условия особенные ей нужны? Или она неприхотлива? Ну, наши условия ей понравились. Но вот деревья потом так и останутся в аргояшском лесничестве? Что вот, судьба какая дальнейшая? Ну, не совсем. У нас достаточно много акций проходит. Памятных посадок, высадок деревьев. Это и ко дню Победы, других каких-то памятных дат. Поэтому разойдутся по всей Челябинской области и непосредственно, конечно, в городе Челябинске. Может быть, какие-то еще символичные деревья планируете высадить? Ну, конечно, кроме лисственницы Даурской, мы высаживаем и дуб черешитый, и кедр сибирский. Это тоже такие редкие, неестественные для нашего рода виды. Спасибо большое за беседу. Я напомню, у нас в студии был заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Александр Бурановский. Горячие тренды для прохладной погоды. Известный московский стилист переодел суровый Челябинск. Гуру моды Александр Рогов провел мастер-класс для местных законодателей стиля и тех, кто делает первые шаги на фэшн-поприще. Что и с чем носить в этом сезоне и почему в челябинских магазинах ожидается нехватка пуховиков размера L, Полина Кирсанова изучила правила идеального образа. Мастер-класс столичного стилиста начался в традициях модного показа. Прифати, фотосессии и аперитив. В Челябинске пришли не только гуру фэшн послушать, но и себя показать. Куртка у меня Макс Мара, обувь у меня Прада. Концепт-класс, Спринфилд. Куртка не помню. А шляпу, вот у меня ребенок нашел сегодня шляпу, сказал, что это сейчас в тренде. Блузская ченденка, брюки и ченденка. Суровый челябинск давно подсел на фэшн и мастхэв. Горожанки смело надевают сарафаны поверх футболок, уверенно, носят тоталблэк и темную помаду. Но не все. Часть пришедших торопится пройти в зал. Я руководитель предприятия и подняка. Поделась как геловая женщина. Я хочу научиться одеваться так вот, посвободней. Рекомендации таким, как Марина Иванова, дают еще до самого мастер-класса. Что в тренде, а что за бортом модного корабля. Главная тема вечера. Вышивка очень модная в этом сезоне. И, конечно же, лампасы на брюках. Сейчас многослойная одежда очень модная. Ну, вот многослойность. Вот одна, вот вторая. Среди поклонников Александра Рогова оказалось, есть и те, кто не приемлет тренды и отрицает модные постулаты. Я считаю, что стиль – это важно. Я всегда так одевала. Я в 6 лет работаю уже в оперном. Я считаю, что люди, представители культуры, должны очень изысканно одеваться. А обувь, колодки и персонажи? Нормальные. Они же театральные. Но все же последнее слово осталось за известным стилистом. Александр Рогов вышел к публике в костюме болотного цвета и простой футболке. Поможите мне. Спасибо. Не быть заложником трендов, а умело их сочетать с базовыми вещами. То, чему учат своих поклонниц стилист. В новом сезоне комбинировать гардероб придется с лиловыми вещами. Это цвет хит-сезона, а также пастельные тона. И белые джинсы, которые тоже классно сочетаются с вещами пастельных цветов. Стилист посоветовал без страха носить вещи цвета фуксии с красным. И еще раз напомнил – модно не значит дорого. Но если есть деньги, то лучше заплатить. На мне сегодня, даже стыдно признаться, все гучи. На мне джинсы гучи, на мне тельняшка гучи и лоферы гучи. Если у кого-то есть возможность купить себе кашемировый свитер за 100 тысяч рублей, а не свитер за H&M за 3 тысячи, конечно же пусть покупает. Вы даже не представляете, какое это счастье носить кашемир. Но и все же даже не гучи сегодня модным человека делают. Как признался стилист, в тренде быть опрятным и воспитанным. Если на вашей кофте катышки, то, пожалуйста, избавьтесь от нее, не надо ее носить. Катышки замечают все. Полина Кирсанова, Александр Бекетов, Телефакт. Необычная прическа, яркий макияж или совершенно дикие сочетания цветов и фасонов? Идеальный образ современного челябинца. Какой он? Спросим у горожан. Всегда объем делаю на голове и заколочки. Без этого не могу выйти никуда на улицу. Это моя, наверное, индивидуальность. Черты лица выделялись, брови, глаза, чтобы не быть молью. Утром вышел, помол голову и зачесал волосы назад. Обязательно нужен лен. Какая-то вещь, особенно рубашка, должна быть из длина. Потому что, не знаю, лен – это натуральный материал, в котором твое тело может дышать. Я уже на протяжении шести лет рыжая. Сережки не снимаю. Предки были казаками, и это дань уважения. Губы подкрасила, и все. По результатам опроса мы выяснили, что челябинцы свой индивидуальный стиль подчеркивают с помощью обычных простых причесок и удобной одежды. Однако, из качественных материалов. Делают яркий акцент на губах и используют бижутерию. Такими нехитрыми методами челябинцы подчеркивают свою индивидуальность. Стилисты с ними солидарны. И в этом сезоне советуют одеваться просто, но со вкусом, используя яркую атрибутику. Алена Павлова, Илья Капелин. Телефакт. В челябинском цирке прошла премьера шоу «Гейрадзе Баронетты». Зрителям показали лучшие номера с участием балета, воздушных гимнастов и дрессированных животных. Челябинцы в числе первых увидели смертельный аттракцион, который приготовили артисты. Как это было для тех, кто не смог посетить премьеру, репортаж Артура Ишпулатова. Так начинается путешествие в сказку с балетных пазах, ватывающих трюков воздушных гимнастов и жаркого бразильского карнавала. Танцуют все и люди, и звери, собаки, козочки и даже медведи. Из жаркой Бразилии на Северный полю зрители встречают дрессированные олени. Мне понравились собаки, и начало очень красивое было. Мне понравились олени, медведи и гимнасты. Гвоздь программы – традиционное выступление хищников, но классики в этом номере будет мало. Смешанные трупы из львов, леопардов, неприручаемых пантер и даже лигров. Белые животные, помеси льва и тигрицы в природе не встречаются только в неволе. На Манеж они выходят впервые. Премьеру Челябинск принял даже не тепло. Жарко громкими аплодисментами и заполненным залом все билеты на шоу были распроданы. С небольшим волнением ехали в ваш город, про вас столько анекдотов всяких ходит. Но теперь мы точно знаем, что все это сочиняют никакие вы не суровые, а замечательные люди и очень открытый, теплый зритель. Еще одна фишка представления – смертельный номер на лошади. Челябинцы были первыми, кто его увидел. Этот трюк демонстрируют не в каждом городе. Артисты выполняют его без страховки. После представления зрители могут попасть за кулисы и погладить животных. Уникальное шоу «Гии и Радзе» будет в Челябинске до 9 октября. Артур Ишпалатов, Евгений Нигматуллин. Телефакт. Два билета в цирк самый активный зритель получит бесплатно. Телеканал «Домашний Челябинской» программы Телефакт объявляет розыгрыш пригласительных. Чтобы выиграть билеты, нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте, поставить лайк к посту о розыгрыше, а в комментариях написать свой порядковый номер и поделиться записью на своей странице. Имя победителя объявим 23 сентября в 12 часов. А сейчас о погоде в городах региона. Спонсор прогноза – сеть меховых салонов «Арктика». Снежная зима ближе и цены в Арктике ниже. Пора утепляться. Наступило самое жаркое время для покупки шубы. В Арктике норковая шуба от 29 900 рублей. ТК «Сенегорье» и Никитинский. «Арктика». По данным Гидромедцентра, завтра на Южном Урале будет пасмурно. В Кослях 12 градусов со знаком «плюс». Ублочная небольшая дождь. В Златоусте 11 выше нуля. Понадобится зонт. В Монтогорске до плюс 13. Пасмурно. Осадки. 14 выше нуля в Троицке. В первой половине дня ясно. После обеда дожди. В Копейске плюс 13 лучше надеть дождевик. И на этом все. Смотрите «Телефакт» и делайте новости с нами. В итоге недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках. Также читайте нас на telefak.ru. С вами была Екатерина Жданова. Всего доброго.